Девочка подавлена, плохо идет на контакт, но об этой ситуации она нам все-таки рассказала. В этой поездке мы встретились со следователем по этому уголовному делу. Там участвовали одноклассницы со своей двоюродной сестру и одноклассник со своим двоюродным братом. Парень избивает девушку в машине. Гонял ее по парковке Магнума вот на этой вот машине. Приехал я на Локоль сегодня, 12 августа. Вчера встретились с Дамиром. Дамир мне показал лютую жесть. Вот мы сейчас проехали на стихийную свалку. Назад Казахстан. Сексуальное рабство. Школьницу из Казаларды заставили заниматься проституцией собственные одноклассники. Шокирующие подробности. Гонял по парковке. В сети появились кадры нападения на девушку в Алматы. Нечистоты в озеро. Экоактивисты застяли работу осенизаторов на озере Локоль. Подойдем без шума и пыли. Казахстанские полицейские презентовали новое средство передвижения. Это прямо по Кунаево. Главное за неделю. Сейчас начнем. А пока поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Итак, начнем с истории, которая на этой неделе, кажется, никого не оставила равнодушным. В ней ужасно все. От жестокости одноклассников, невнимательности родителей и педагогов, а сейчас и равнодушия госорганов. О том, что одна из казалардинских школьниц находилась в сексуальном рабстве, стало известно еще в начале августа. Но только сейчас начали появляться шокирующие подробности этой истории. К примеру, выяснилось, что судя по банковским транзакциям, школьницу могли насиловать более тысячи человек. А заставили ее заниматься проституцией собственные одноклассники. Я еще долго могу продолжать перечислять чудовищные факты этой истории. К примеру, что ее первым клиентом мог быть сотрудник КМБ. Но предлагаю послушать, что говорят непосредственные участники этого дела. Там участвовали одноклассницы со своей двоюродной сестрой и одноклассник со своим двоюродным братом. Они четверо удерживали ее и заставляли заниматься проституцией. В январе месяце у нее отбирают телефон, регистрируют в Казнет, сайт такой. Ее шантажируют тем, что они сняли видео, где она была выпившая. Ее напоела вот эта вот подруга. И где она переодевалась, видимо, после ванной, в обнаженном виде. Что расскажем маме. И вот так вот. Первое время она этого боялась. По словам матери девочки, она неоднократно обращалась в школу, догадываясь, что с ее ребенком творится неладное. Но в учебном заведении ее успокаивали. Заявляли, что причин для паники нет. Но тогда никто не догадывался, что на тот момент преступный бизнес школьниками был поставлен на поток. И приносил одноклассникам до трех миллионов тенге в месяц. Ее истязали, били. Девочка пришла домой 6 августа. Ей помог друг с инстаграма. Он ее привел домой. И она все рассказала. Она была шивая, грязная, вся в синяках. Все было наружу, на коже. Я буду предъявлять иск ко всем тем, кто к ней прикасался. Более тысячи человек ко всем свидетелям, ко всем тем, кто вызывал ее в гостинице, сауны. До них еще до сих пор не дошли, до клиентов еще не дошли. Сейчас в семье помогают общественники. Но мама и девочка опасаются за свою жизнь. Поскольку угрозы о расправе поступали неоднократно. Девочка подавлена, плохо идет на контакт. Но об этой ситуации она нам все-таки рассказала. Также в этой поездке мы встретились со следователем, который на тот момент ввел данное досудебное расследование по этому уголовному делу. Уголовное дело возбуждено по статье 134, части 3, пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституции группой лиц по предварительному сговору. На сегодняшний день данное дело из управления полиции города Козларды передано в департамент полиции Козлардинской области. Мы со своей стороны также занимаемся сбором доказательств. Нами было подано ряд ходатайств. Ходатайства еще у нас будут. Буквально сегодня, через час у нас будут рассмотрены наши апелляционные жалобы. Наши апелляционные жалобы, апелляционная жалоба мамы на постановление суда о применении в отношении подозреваемых домашнего ареста. В МВД сообщили, что мера пресечения в отношении троих участников уже изменена и они опять взяты под стражу. А также добавили, что на сегодня на маму пострадавшей тоже заведено дело в связи с неисполнением родительских обязанностей. Уверен, что мы еще не раз вернемся к этой истории в наших выпусках. Мы намерены следить за развитием событий. А сейчас перенесемся в Алматы, где на неделе очевидцы засняли новый случай нападения на девушку и уже назвали агрессора новым Бешимбаевым. Инцидент произошел на проспекте Рыскулова. По словам автора, видео неизвестный сначала напал на девушку на парковке магазином, затем начал преследовать ее на автомобиле. Парень избивает девушку в машине. Гонял ее по парковке Магнума вот на этой вот машине, догнал, стукнул ее в машину, залез в машину, начал ее избивать, стукнул ей, ударил машину. Я сняла его номер. Мало того, что он и машину долбанул, так он еще ее дважды пытался избить. Там на парковке Магнума ее отбили, так он сейчас вот ее догнал здесь, подрезал, залез в машину и начал избивать. Пресс-службе департамента полиции Алматы лишь сообщили, что по этому факту управление проводит расследование. К слову, эта история наглядно показывает, как важно быть небезучастным к чужим проблемам. К чему приводит обратное, показало дело с алтанат Нукеновой. Завирусилось в сети на этой неделе еще одно видео из Алматы. На кадрах видны последствия встречи троллейбуса с остановкой. Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. В результате аварии пострадал один человек. Он находился внутри павильона. В автобусном парке рассказали, что водитель, управлявший троллейбусом, работает у них с 2014 года, а само транспортное средство перед выходом на линию проходило обязательный осмотр. Алматинской пенсионерке, за которую переживала вся страна, подарили новый дом. 65-летняя Айсауле Апас стала известна после того, как в социальных сетях завирусилось видео, на котором показано, как она работает в бригаде по уборке улиц в Алматы. Автор ролика написал, ей 80 лет и ей даже ходить тяжело. Казахстанцев тронули кадры. Они оставили под записью сотни комментариев. Спустя неделю с небольшим жизнь пенсионерки круто изменилась. Люди начали массово переводить деньги бабушке. Ей удалось закрыть все кредиты. А один из благотворительных фондов подарил ей новый дом. В нем 4 комнаты, кухня, санузел и уже сделан косметический ремонт. С мебелью, техникой и коммуникациями также пообещали помочь. Женщина не смогла сдержать слез счастья, принимая ключи. В разговоре с журналистами Аусаулия Папа обещала, что работать больше не будет и с новыми кредитами тоже покончено. Тем временем у Скаменогорска полицейские сейчас занимаются обкаткой своих новых транспортных средств. И речь идет не об автомобилях. Местные стражи порядка получили в свое распоряжение Сигуэй. Это такие электросамокаты на двух колесах по бокам. Ожидается, что на них они будут патрулировать местную набережную и парк. На сегодня уже закуплены 4 единицы техники. Как отметили в полиции региона, новый транспорт может значительно сэкономить время полицейских, чтобы добраться до места назначения и повысить качество их работы. А что вы думаете по этому поводу? Оставьте свое мнение в комментариях. Мне очень интересно будет почитать. Можете оставлять свое мнение и по поводу следующей нашей новости. На неделе в сети распространилась видеозапись, на которой один из очевидцев демонстрирует обнаруженную им стихийную свалку, куда, по его словам, сбрасывается бытовой мусор. И буквально поминутно сливается содержимое осенизаторских машин. А главное, что находится она в непосредственной близости от озера Алаколь. Приехал я на Алаколь сегодня, 12 августа. Вчера встретились с Дамиром, и Дамир мне показал лютую жесть. Мы сейчас проехали на стихийную свалку. То, что здесь творится, это ребят не передать просто. Вызвали сейчас участкового, вызвали начальника полиции. Будем им это все публиковать, показывать. Обращение на имя президента оставили. Вот они сейчас, стихийная свалка, которая не просто свалка, не огороженная. Но сюда и осенизаторы подъезжают. Каждую минуту подходит машина, сливается сюда. Это то, что с база откачивается. И, соответственно, все уходит в грунт. И три километра отсюда уже Алаколь. Представляете? А Алаколь, это жемчужина Казахстана. Повторяю, о каком туризме может идти речь, когда вот это все происходит. В Минэкологии поспешили переложить часть ответственности на местный Акимар. Заявив, что указанный участок входит в их зону ответственности. А еще добавили, что сейчас создается специальная комиссия для выезда на место. Интересно, сколько нечистот еще успеют слить осенизаторы, пока чиновники туда доберутся? Казахстанские спортсмены заболели коронавирусом после Олимпиады. COVID-19 обнаружен у трех призеров и двух тренеров сборной. В данный момент они изолированы и получают лечение. Болезнь протекает в легкой форме, желаем им скорейшего выздоровления. У других членов сборной вирус не обнаружен, сообщил советник министра туризма и спорта Диас Ахмедшари. Тем временем в пресс-службе главы государства заявили, что из-за обнаруженного вируса встреча президента и спортсменов переносится. Теперь она планируется на конец августа и пройдет по традиции в Аккорде. И в завершении выпуска о погоде. Только о ее долгосрочном прогнозе. Американский ученый Мэтью Фитцпатрик представил интерактивную карту, прогнозирующую, каким будет климат на Земле через 60 лет. Согласно его расчетам, к примеру, в Астане средняя температура поднимется на 7 градусов, а в Алматы на 5. Климат в Актау станет похож на балканский, а в Шимкенте на турецкий. Казахстанские синоптики такой прогноз называют слишком упрощенным, но соглашаются с общей тенденцией, что с каждым годом столбики термометров будут ползти вверх. Объясняю это тем самым глобальным потеплением. А у нас на сегодня все. Наслаждайтесь хорошей погодой и проводите как можно больше времени с родными и близкими. А еще подписывайтесь на наш канал, все это помогает нашему развитию. До скорого, пока!